Добрый день! Сегодня мы поговорим о создании конструктивных элементов средствами системы Компас 3D. И разговор пойдет о таких элементах, как винтовые поверхности. Мы попробуем разобраться, как создавать такие поверхности в форме реальной геометрии, а также посмотрим, какие есть средства Компас для виртуального представления таких элементов на примере рейс. Кроме того, мы попробуем связать геометрию модели с файлом данных Excel. Итак, создаем новую деталь. Сохраним нашу деталь. Папка проекта, новая. И в этой папке проекта будет новая деталь. Для детали выберем создание нового эскиза на плоскости XZ. Спроецируем начало координат в этот эскиз. И изобразим окружность в начале координат. В проекции начала координат диаметра этой окружности укажем 80 мм. Завершим эскиз. И выдавим этот эскиз. Высоту выдавливания определим равной 120 мм. Итак, мы получили базовую фигуру для экспериментов. Собственно, по этой фигуре мы попытаемся реализовать винтовую поверхность. Итак, сейчас для того, чтобы создать винтовую поверхность, нам понадобится реализовать образующую. Эта образующая будет представлять собой спираль. Поэтому выбираем в инструментах твердотельного моделирования, в элементах каркаса, цилиндрическую спираль. Вот такой инструмент. Для задания этого инструмента требуется вначале указать базовую плоскость. В качестве таковой мы определим торец нашего цилиндра. Это плоскость XZ. После указания плоскости мы видим, что уже системой предлагается какой-то вариант спирали. С определенными маркерами, которыми, по всей видимости, можно управлять. Но мы займемся этим немножко позже. Давайте сейчас применим команду, вызванную нами. Закроем ее. И посмотрим, что у нас получается в структуре модели. В структуре модели у нас есть, собственно, спираль и эскиз. Появился еще один дополнительный. Этот эскиз очень важен, поскольку он определяет позицию нашей спирали на указанной плоскости. Обратимся к этому эскизу для точного позиционирования спирали. Точка положения спирали при ее перемещении приводит к перемещению, соответственно, спиральной линии. Поэтому наша задача сейчас привязать эту точку к нашей модели. Поступим проверенным способом, используя команду проецирования. И спроецируем точку начала координат в плоскости эскиза. После этого применяем команду объединения точек для точки центра спирали и проекции начала координат. Теперь спиральная линия будет располагаться точно по оси нашего цилиндра. Вот теперь имеет смысл обратиться к редактированию непосредственно спирали. Выделяем этот элемент в браузере и открываем его на редактирование. Итак, начинаем с диаметра. Пропишем эту величину равной, например, 100 мм. Это диаметр. В принципе, для изменения этой величины можно было пользоваться соответствующим маркером в рабочем поле. Длина спирали, а точнее уже высота ее, давайте определим ее равной, например, 150 мм. Вот мы видим этот параметр, обозначенный размером. Далее количество витков. Вообще говоря, спиральную линию можно задавать тремя вариантами по PAS 3D. Это по числу витков и высоте, по шагу и высоте, и, соответственно, по количеству витков и шагу. Поставим тот вариант, который есть, то есть по числу витков и высоте, и число витков сдадим 4. Вот таким образом видоизменяется наша спираль. Сохраняем эту криволинейную фигуру, эту траекторию. Эта траектория будет задавать движение определенного профиля, который будет формировать винтовую поверхность. Теперь займемся созданием непосредственно этого профиля. Профиль будем формировать на плоскости XY нашей модели. Создаем эскиз на этой плоскости. Проецируем в него начало нашей спиральной кривой. Затем изображаем на базе этой спиральной кривой поперечное сечение винтовой поверхности. У нас это будет трапеция, которую мы изобразим с помощью автоматической полилинии. Формируем контур этой линии. Далее нам необходимо установить определенную логику в этой трапеции. Так, чтобы она была симметричной. Точки середины верхнего и нижнего основания должны располагаться на одной вертикали. Точка нижнего основания будет у нас привязываться к проекции начала спиральной линии. И, наконец, нам нужно определить размеры трапеции поперечного сечения винтовой поверхности. Верхнее основание трапеции зададим, нижнее основание трапеции и высоту. Высоту определим с помощью линейного размера от отрезка до точки. Выбираем отрезок, выбираем точку и указываем высоту трапеции. Эскиз готов, завершаем команду «Образмеривание» и завершаем эскиз. Таким образом, у нас готова спиральная линия направляющая и поперечное сечение винтовой поверхности в виде трапеции. Теперь вызываем в группе конструктивных элементов команду «Элемент по траектории». У нас уже выбран эскизный профиль и остается указать траекторию. Это винтовая спиральная линия. Указав это, мы видим прообраз создаваемой поверхности. Формируем эту поверхность как новое тело и завершаем команду. На данном этапе имеет смысл привязать по размерам нашу винтовую поверхность к исходному цилиндру, к его размерам. Давайте посмотрим, что у нас происходит в параметрах модели. Обратимся в вкладке «Переменные». Итак, первый эскиз у нас определял диаметр цилиндра. Давайте сразу же определим параметр под названием «Д» этой величины. Итак, он имел у нас величину 80. Сразу же определим ссылку на этот параметр. В первом эскизе. Откроем параметры спирали. Диаметр спирали у нас определялся по параметрам по величине 100. Мы укажем эту величину по параметру исходного эскиза. Это «В9». Такая своеобразная у нас будет цепочка. Параметр «Д» равный 80 передается в эскиз. Параметр «В9» – «В9». А параметры «В9» передаются в параметр диаметра спирали под названием «В53». Обновим нашу модель и видим, что диаметр винтовой поверхности стал соответствовать наружному диаметру цилиндра. Теперь давайте займемся высотой винтовой поверхности. Для этого давайте немножко другим механизмом воспользуемся, нежели параметры прямые. Переходим, возвращаемся в дерево построений и обращаемся к редактированию спирали. Итак, у нас в окошке редактирования параметров есть поле для задания высоты или расстояния. У нас оно прописано константой. В принципе, можно эту величину определить по объекту. То есть не по расстоянию, введенному как переменной или параметр, а по определенному объекту. Выбираем этот вариант и указываем наш объект. Система автоматически определяет высоту нашего цилиндра и по этой грани, по грани, высоте грани, будет определяться автоматически высота спирали. Теперь завершаем редактирование. А теперь переходим к окошку параметров для того, чтобы попробовать изменить высоту цилиндра и проверить, как эта высота будет сказываться на высоте винтовой поверхности. Давайте создадим еще один параметр, пользовательский h. Определим его высоту равной, например, 120 мм. Потом откроем элемент выдавливания. Мы видим, что у нас высота определялась как 120 константой. Сейчас мы определим ее как параметр ссылку на нашу переменную h. Проводим небольшой опыт. Изменяем эту величину со 120, например, на 100. Видим, что элемент выдавливания у нас теперь имеет высоту 100 по параметрам. А теперь контролируем геометрию модели. Перестраиваем геометрию. Видим, что у нас высота цилиндра изменилась. Ну и, соответственно, высота спирали. Высота спирали у нас теперь определяется связкой с величиной цилиндра. Величина диаметра определяется у нас по непосредственно диаметру цилиндра. Таким образом мы доладили взаимодействие по параметрам. Следующий аспект. Тот момент, как стыкуется у нас винтовая поверхность. И та поверхность, к которой она примыкает. То есть к цилиндру. Если мы с вами сейчас попытаемся реализовать скругление сопряжения с каким-то радиусом, то у нас может получиться примерно вот такой вот не совсем хороший эффект. То есть сопряжение происходит не между поверхностью винта и цилиндра, а сопрягается только та поверхность, которая относится к винту. То есть у нас эти две поверхности, по сути, являются отдельными телами. Винт и цилиндр. Поэтому скругление мы пока что отменяем, удаляем из истории построений и обращаемся к структуре модели, к структуре тел. Итак, действительно у нас есть тело, цилиндр и новое тело, как мы его собственно и создавали отдельным телом, тело, винтовая поверхность. Вызываем команду булевой операции. Одно тело у нас уже выбрано, это винтовая поверхность. Второе тело, цилиндр, выбирается нами. И выбирается опция объединения в качестве булевой операции. Завершаем операцию. И таким образом у нас в структуре модели теперь есть единое тело. Прежде чем мы займемся сопряжениями, давайте устраним хвостики, вот такие вот выступы винтовой поверхности над поверхностями торцов цилиндра. Итак, разбираемся с этими вещами с помощью команды разрезать в конструктивных элементах. В качестве секущей плоскости выбираем с одной стороны, это у нас будет плоскость, это будет плоскость ZX. По этой плоскости мы будем рассекать нашу модель для того, чтобы устранить выступ винта с одной стороны. При рассечении модели нам нужно одну ее составляющую удалить, а другую оставить. Соответственно, в возникшем меню по поводу того, какие тела необходимо оставить после операции разрезания, мы отменяем опцию оставить все. и нам нужно сейчас в меню определить, удалить точнее то тело, которое мы собираемся реально удалить в результате обрезания. Итак, выбранное тело у нас, соответственно, сейчас вот этот вот хвостовичок выступающий, мы его удаляем, и оставшееся тело, это, собственно, то, что нам и необходимо в модели. Завершаем команду рассечения. Вот такой результат с одной стороны. Аналогичным образом давайте поступим с другой. Не выходя из команды разрезки модели, выбираем команду построения новой плоскости. В качестве базовой плоскости у нас будет второй торец цилиндра, расстояние смещения указываем 0 и завершаем команду. Теперь, когда плоскость сечения выбрана, можно приступить к завершению этой операции. Итак, при разрезании модели мы будем какую-то часть модели оставлять, а какую-то убирать. Убрать мы должны с вами ту часть, которая является выступающей частью винтовой поверхности. Нашли ее. В нашем случае это будет 1,2. И удаляем этот элемент. Остается у нас, соответственно, основная часть геометрии. Завершаем команду разрезки. Вот такой вот элемент у нас с винтовой поверхностью на цилиндрической основе. Теперь давайте реализуем сопряжение между винтовой поверхностью и цилиндрической. Вызываем команду скругления. Вызываем одну прибросоставляющую. Определяем для него радиус сопряжения. И применяем команду. Повторно применяем сопряжение с другой стороны винтовой поверхности. Радиус аналогичен. Завершаем команду. Таким образом, можно получать в принципе достаточно сложные винтовые поверхности с произвольным поперечным сечением. Частным случаем таких поверхностей являются многочисленные резьбы, которые используются в технических конструкциях. Что касается системы Компас 3D, то для создания резьбовых цилиндрических тел применяется специальный модуль. Давайте попробуем использовать этот модуль для нашей модели. Посмотрим, как можно реализовать в автоматизированном режиме ту последовательность, которая у нас была. Но прежде чем мы этим займемся, давайте наладим связь между внешней таблицей Microsoft Excel и геометрией нашей модели. Для этих целей давайте вернемся в табличку параметров. у нас есть два параметра D и H соответственно диаметр нашей втулки цилиндрической и высота по которым строится цилиндрическая поверхность. Давайте объявим эти два параметра внешними с помощью контекстной команды. Каждую из этих переменных объявляем внешними. Затем обращаемся к таблице переменных во вкладке переменных параметров. В таблице переменных мы подгружаем наши внешние параметры в эту таблицу. Читаем внешние параметры в таблицу переменных. После этого мы можем сохранить эту таблицу как файл Microsoft Excel электронной таблицы. Сохраняем этот файл в нашей папке. Призвольным образом называем этот файл и именуем его. Обращаем внимание на то, что этот файл находится в папке нашего проекта. Можем сразу же попытаться открыть его. табличку так этот файл представляет собой табличку в которой перечислены параметры ключевые и их значения. Вот этой табличкой мы будем оперировать. Конфигурация нашей модели сейчас определяется так, что диаметр равен 80, табличку а высота этой тубки равна 100. Выделяем соответствующую строчку параметров и присваиваем значения переменным, которые являются внешними из этой таблицы. Соответственно, величины равны 80 и 100 миллиметров. Перестраиваем модель. Это текущие значения, поэтому никаких изменений здесь произойти не должно. Теперь пробуем изменить параметры таблицы Excel, так, чтобы потом эти параметры смогли изменить геометрию модели. Переходим в файл Excel и, соответственно, изменяем. Например, диаметр указываем равным 100, высоту, например, равной 120 миллиметров. Сохраняем файл Excel. Как мы видим, пока еще значения переменных у нас прежние. Возвращаемся к табличке переменных. Загружаем в эту табличку повторно наш файл. Видим запрос на изменение данных таблицы переменных. Видим, что значения переменных изменились и подгрузились из Excel в таблицу переменных. А теперь из таблицы переменных нам необходимо передать эти новые параметры в таблицу переменных нашей модели. Итак, выделяем строчку с актуализированными параметрами и вызываем команду присвоить значение переменным геометрии нашей модели. Параметры геометрии также соответственно изменились и теперь можно обновить модель. вот такой процесс нельзя назвать его достаточно лаконичным но тем не менее путем трех передач и обновлений параметров файл внешних данных Excel мы смогли использовать для изменения параметров геометрии в компас 3D. Другим вариантом является использование внешних файлов того же самого компаса. Итак а теперь давайте попробуем реализовать винтовую поверхность на цилиндрической основе путем создания резьбового участка для нашей модели используя специальный модуль проектирования компас. Переходим в приложение меню приложения механика валы и механические передачи 3D разъемные соединения внешняя цилиндрическая ступень с метрической резьбой. В результате у нас возникает окно генератора в котором можно задать параметры будущего конструктивного элемента и определить его позицию. Давайте с этого и начнем. Итак плоскость для размещения базовая плоскость для размещения этого цилиндрического элемента с резьбой будет один из торцов нашей модели. Далее нам нужно позиционировать центр элемента на этой плоскости. Выбираем точку. Причем опция создания. У нас нет точки базовой на данной плоскости. Поэтому выбираем опцию создать и выбрать точку. точку мы выберем по варианту центра дугового элемента или окружности. Таковой элемент у нас имеется на данной грани. Поэтому по этому элементу система сможет создать точку. Применяем этот вариант. Теперь у нас есть базовая точка для формирования элемента. Давайте попробуем задать параметры этого элемента. Итак, диаметр резьбы можно выбрать из таблички. Этот диаметр будет в том числе и формировать тело цилиндрическое, на котором будет нарезаться резьба. Например, можно выбрать 36 миллиметров. Общая длина участка задается давайте укажем например 130 миллиметров. и 110 миллиметров будет участок на цилиндре на котором будет нарезаться резьба. То есть он на 20 миллиметров будет не доходить до края цилиндрического участка нового. Далее что можно определить для этого элемента? Можно определить шах резьбы, можно определить левое или правое будет навивка и определить поле допуска. В принципе оставим остальные параметры как есть. Нажимаем ОК и применяем команду для генерирования. мы видим что у нас сформировалось цилиндрическое тело и на участке его задана резьба. Мы видим что в принципе примерно подобно тому как мы создавали винтовую поверхность самостоятельно. здесь также есть винтовая цилиндрическая винтовая спираль и есть поперечное сечение в виде треугольника с сопряжениями которые формируют именно метрическую резьбу определенного размера. Вот такой элемент. как происходит его редактирование мы видим что в браузере есть соответствующая секция внешняя цилиндрическая ступень с помощью контекстного меню мы вызываем команду редактировать и попадаем в принципе в ту же программу генератор заходим в изменение параметров и можем например изменить диаметр резьбы вместо 36 миллиметров указать стандартную резьбу 42 например увеличить длину общего цилиндрического сегмента резьбовую участок оставим таким же применяем изменения и наблюдаем изменения нашей модели таким образом можно реализовывать физически корректную геометрически правильную резьбу или любую другую винтовую поверхность а сейчас мы попробуем создать элемент представляющий из себя также винтовую поверхность но геометрию этого элемента мы будем отображать условно таким элементом в первую очередь относят резьбы попробуем создать резьбовое отверстие отверстие содержащее резьбу итак выбираем команду отверстие конструктивных элементов и разместим это отверстие в модели выберем плоскую поверхность для размещения а затем в качестве точки привязки укажем точку начала координат с тема компас попытается представить отверстие в виде модели то есть это цилиндр с вычитанием объема и коническим дном параметры этого узла мы можем задать в параметрах отверстия диалоговом окне пропишем диаметр этого элемента укажем глубину обращаем внимание что коническое дно отверстия имеет фиксированный угол равный 118 градусов кроме того по данному отверстию мы можем указать наличие резьбы резьба выбирается в списке из стандарта диаметр резьбы выбирается по диаметру отверстия заданному кроме того можно определить также глубину резьбы по отверстию либо эта резьба будет нарезаться на всю глубину отверстия либо на какой-то участок укажем например только часть отверстия под резьбу то есть две трети высоты отверстия будет содержать резьбу а какой-то участок будет обычным цилиндром сочетанием объема также можно для резьбы указать правую или левую навивку ну и затем когда все параметры нас устраивают мы завершаем команду видно что резьба винтовая поверхность в данном случае представляет собой рисунок текстуру важно то что на уровне представления модели этот объект а именно отверстие будет содержать резьбу и информация об этом попадет в информацию о детали в виде спецификаций чертежей и условных обозначений в принципе можно создавать аналогичные условные обозначения не только на внутренних поверхностях но и на внешних на птулках попробуем создать такой элемент реализуем эскиз на одном из татцов нашей модели изобразим окружность на этом торце определим диаметр этой окружности равны например 20 миллиметров и завершим эскиз теперь выполним выдавливание этого эскиза на какую то высоту а теперь обратимся к команде условное изображение резьбы из меню оформления компас итак команда условное изображение резьбы сама команда по сути является секцией задания параметров резьбы для отверстия но фактически здесь можно указывать и втулки то есть наружные резьбы итак в качестве объекта указываем поверхность цилиндра только что созданного нами резьбовой участок для этого элемента может начинаться как от базового торца так и от открытого этим можно управлять соответственно указывая начальную границу мы указываем в качестве начальной границы открытый торец данного цилиндрического элемента также можно определить стандарт резьбы тип резьбы и по диаметру нашего элемента этот резьбовой элемент реализуется определенным диаметром с выбранным нами шагом и на определенную глубину также определяется направление резьбы данный элемент аналогично элементу отверстия также фиксируется в браузере то есть в структуре геометрии модели мы видим что это опять же не геометрически правильная реализованная форма винтовой поверхности а только текстура на уровне логики на уровне конструкторской документации этого бывает достаточно таким образом мы с вами посмотрели различные механизмы реализации винтовых поверхностей системе автоматизированного проектирования компас путем создания реальных геометрических контуров с помощью базовых элементов моделирования а также реализация физически корректных резьб с помощью специальных генераторов компас а также поглядели возможность создания условных изображений резьб также винтовых поверхностей как на уровне отверстий так и на уровне внешних поверхностей типа тулов спасибо за внимание